всем привет сегодня у нас в студии алексей колесников пожалуй лучший российский мотофристайлер привет привет имя алексей колесников профессия мотофристайлер один из первых в россии кто начал заниматься фристайл мото кроссом многократный участник чемпионатов мира первый спортсмен в россии кто выполнил сальто назад с мотоциклом увлечения сноуборд маунтинбайк снегоходы диагноз летающий кроссмен насчет пожалуй ты действительно лучше я не люблю об этом говорить но наверное на протяжении скажем так десятков лет до проделана какая-то работа у которой есть результат ну и было много разговоров всяких разных да на тему там кто лучший кто не лучше это но в этом году был официальный чемпионат россии по фристайл мото кросса который проходил волгограде и принципе я считаю что плюс минус там дате позиции те места которые там по которым там расположились райдеры наверное плюс-минус это есть а статистика кто на каком уровне находится у нас стране на сегодняшний день на мой взгляд moto фристайл это пожалуй самая яркая дисциплина мотоспорта как он появился но она скажем так много ярких дисциплин она эффектная я ее называю до эффектно это та дисциплина по логике даты зрители в принципе от этого практически не устают и как каждый раз собираются огромное количество зрителей огромные стадионы и даже мы сами несмотря на то что мы делаем это постоянно и там пару смотрю на своих ребятами я снова передергивать там да внутри вот а появилась она из motocross а в 90-х годах в конце 90-х с motocross и суперкросс в то время когда организаторы на соревнованиях на обычных до организовывали что-то в виде конкурса на лучший прыжок кто лучше прыгнет боком кто снимет там ноги с подножек ну и так далее то есть дальше дело не заходило но часть ребят некоторые райдеры они скажем так выбирались на некоторые сессии в америке есть очень известный спот такие как окатило виллс речи кениан и многие другие да то есть это именно фрирайд естественные холмы естественный рельеф и парни находили там себе при горке всякие допрыгали с холма на холм там я сюда прыгнула это туда прыгнул но ты таким образом как бы появилось это фрирайд катание они за пределами правил за пределами треков начали пробовать там некие вещи один прыгнул с одной рукой второй прыгнул боком третий прыгнул спустил там убрал ноги с педали с подножек да и таким образом вот начался вот этот челлендж да то есть борьба с самим собой то есть парни развивались пытались сделать что-то круче чем кто-то еще пришла идея почему там не провести какой-нибудь контест так появились первые соревнования но и собственно это все от эволюционировала вот с этой стадии сегодня уже это профессиональный спорт отдельная дисциплина да то есть официальный чемпионат мира есть и x-games и x-fighters и чемпионат россии много-много-много всего насколько я знаю твой путь в мотофристайл был достаточно сложным я даже сказал американским то есть тяжело постепенно поступательно вид спорта очень дорогой и у нас стране не очень развит как это было со времен кросса мне всегда нравились большие красивые прыжки нравилось как на это реагирует публика меня прям вот это влекло я в один прекрасный момент понял что мне нравится гораздо больше чем эффект гонки на то есть вот прям но совершенно было иное ощущение и до тот момент этого ничего не было но были какие-то конкурсы на лучший прыжок еще что-то но это был не фристайл мы так рос это было просто смешно сейчас вспоминаю то есть было просто смешное подобие я видел эти видеокассеты интернет тогда только там начинала до развиваться на таком нормальном уровне я видел как это все происходило в америке и видела как это происходило в европе информации не было вообще никакой то есть когда мы пришли к тому что давай построим рампу то мы столкнулись с тем что у нас нет ни чертежей не схем не как это все должно быть да то есть кроме той картинки которые мы видели по телевизору ничего не было и да действительно мы там ставили на паузы в масштабе вымеряли то есть вы прям сыграли да 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 вымеряли в масштабе плюс-минус это естественно все было абсолютно неправильно абсолютно кривее сейчас вспоминаю первую эту рампу которую мы там с друзьями сварили на базе того же стака экстрим и стака мастер да это конечно было там жалкое подобие но тем не менее это был старт это был старт то есть мы построили небольшое приземление построили ту рампу я начал прыгать пробовать какие-то там первые элементы убирать руки ноги делать хил кликер переносить ноги на сторону и вот так это постепенно развивалась подтянулись потом со временем ребят из команды ферзь также да там братья рыгина и коль иванков но и кирилл гаврилов тоже мы сокомандник из колонны и вот как бы вся эта мельница так вот постепенно 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 начала развиваться двигаться со временем построилась параллона и ванна я начал учить сальто назад с этим тоже там отдельная история была на потому что для нее нужен был для оборота нужен был другой трамплин так называемый супер кикер не было ни схем ни размеров мы не понимали на какой передаче прыгать на 1 на 2 там на 3 вообще возможно ли это в данных условиях невозможно но и вот все вот таким вот переступая через скажем так отвага и слабоумие искренне успех своему делу это как бы двигалась вперед конечно же с падениями конечно же с неудачами там с какими-то травмами слава богу там не с глобальным но было вот как было и я сейчас искренне рад что тогда там это были мои примитивные телодвижения там начали эти шаги а сейчас уже там есть структура проводится чемпионат россии был чемпионат мира в нашей стране nitro circus соревнования red bull x fighter самый крупный в мире турнир прямо на красной площади кучу разных туров матюлик стрим-шоу тур да но огромное количество выступлений мероприятий все развивается огромное количество райдеров за этот год я проехал больше чем больше 40 мероприятий то есть только вот за этот сезон серьезный результат до прошло буквально там сколько за тысяч пятого года 10-13 лет как бы сдвиг я считаю большой поэтому рад что стал небольшой частью этой истории довольно значительно ее частью какую роль играет страх в отработке новых трюков главное но как бы страх это многие там считаю да что да там они отморожены у них там это них там то да у нас при притуплено больше относительно других всего лишь наверно по причине первое то что мы очень любим то что делаем второе то мы делаем это постоянно да поэтому это просто свыкаешься со страхом ты со временем понимаешь как и можно управлять как его можно использовать свою сторону но я всегда говорю одну простую вещь что я всегда начинаю бояться тогда когда я перестаю бояться то есть это тогда когда у тебя появляется полное хладнокровие когда ты настолько тебе море по колено ты самоуверен самоутвержден чересчур самоуверен я даже так сказал да то есть это первый шаг к проигрышу получению травмы или чего-то то есть вот банальный пример три месяца назад в италии на тренировочных сборах я получил достаточно серьезную травму наверное даже самую серьезную травму моей жизни очень неприятный инцидент самое непонятное для меня падение в моей жизни то есть я конец сезона у меня был четкий план действий я не готовился какому-то великому турниру я не готовился к чемпионату мира да я не пытался то есть я находился в зоне комфорта я есть стадии когда ты постоянно на шаг вперед шаг вперед шаг назад когда ты выходишь из зоны комфорта разумеется ты на волоске все время да то есть вероятность падения она велика здесь была ситуация обратно то есть до конец сезона я все сделал то что должен был сделать просто накатывал был там еще пару мероприятий но не настолько громких насколько там да насколько там принципе казалось бы и я вот в этой зоне комфорта просто делал трюк который делал там много раз кардовый букфлип это комбинация время сальто назад ошибся у меня то ли там застряла нога в руле то ли я толкнулся не так как как положено да то есть ну еще что-то пошло не так я несмотря на правильное вращение потерял немного контроля мне она нога выскочила я не попал в педали мотоцикл коснулся земли резко провернул этом до последнего пытался поправить ситуацию но в результате там сломана ключица два ребра пробита легкая перебита артерия но в общем такой прям супер неприятный букет там потери сознания и т.д. и т.п. несколько недель в италии в больнице потом продолжение лечения здесь ну как бы скажем так вот я только сейчас там реабилитировался первые тренировки первые шаги то есть в строй назад вот и вот как раз силу страха в силу всего остального то есть в нашем спорте я считаю что такого не может быть что ты не боишься и нельзя не бояться нельзя это просто погубит трюк он достаточно протяженный получается то есть у вас большие пролеты и вот в какой-то момент но не хочется напоминать о той же истории вот ты понимаешь что что-то пошло не так вот чем занят твой мозг ты пытаешься в ситуацию как-то ты пытаешься себя обезопасить или ты пытаешься завершить трюк или ты это не анализировал и sing сам сохранении анализировал анализировал много раз на то есть разумеется все происходит следующим образом то есть у нас когда мы выступаем когда мы ездим полный хладнокровие ты состоишь смотришь на рампу ты четко понимаешь какой трюк ты сейчас будешь делать ты включаешь передачу то есть они это зноба ты едешь у тебя как прописанная программа даты заранее на компьютере то есть ты все четко понимаешь что сейчас будешь делать и вот мы испытываем в этот всплеск адреналина вот этот страх тогда когда что-то идет не так когда мы ошибаемся но к примеру есть такой трюк как rock solid дата он берешь за сидение и полностью бросаешь мотоцикл подхватываешь его за сидение возвращаешься назад и бывали моменты у многих ребят и у меня в том числе когда ты промахиваешься руками у тебя мотоцикл улетает ну то есть как бы это вот прям буквально доли секунды 1 а ты понимаешь что ты ошибся второе то есть у тебя полное сознание ситуации нет такого чтобы испугался потерять сознание дальше там идутся как идет второй шаг ты пытаешься поправить ситуацию если это возможно и третий шаг это уже там скажем так борьба за ситуацию за жизнь тогда когда ты уже упал там у тебя заворачивает или не проворачивает да вот поэтому всегда ты до последнего это пытаешься поправить ситуацию это очень важно то есть ты летишь иногда там бывает оступился не попал в педаль то есть до последнего это пытаешься залезть на мотоцикл или ты трезво оцениваешь ситуацию сверху и понимаешь, что приземление уже точно будет там неровным, и иногда лучше его там бросить в сторону, иногда даже так лучше. Но это все происходит по ходу движения. То есть это каждое падение, каждая ситуация индивидуальна, и слава богу, что они происходят крайне редко. Мотоцикл – это основа ваших трюков. Насколько важно четырехтактный, двухтактный, карбюратор, инжектор, и насколько хорошо мотофристайлер должен разбираться в технической части? Ну, так сложилось, что все в основном ребята, которые занимаются фристайл-мотокроссом, перебежчики из мотокросса, либо из каких-то других мотоциклетных дисциплин, но чаще всего мотокросс, суперкросс. И, как правило, у всех есть какая-то подноготная, все в основном с детства, с давних времен в этих дисциплинах. Из всех тех, кого я знаю, практически каждый умеет обслуживать мотоцикл. Может быть, там не до глобализма, но менять фильтра, масла, обслуживать, снимать подвеску, и т.д., и т.п., то есть практически каждый. Касаемо подбора мотоцикла, это все супериндивидуально. Сейчас, на сегодняшний день, используются во фристайл-мотокроссе в основном либо 250 двухтактные мотоциклы с объемом двигателя 250 кубических сантиметров. И если мы говорим о четырехтактных, это 450 класс, то есть потому что нам важна мощность. Многие путают, думают, что, может быть, классом там поменьше, 125 или там 254-тактные. Ничего подобного, то есть нам нужен момент. Когда ты тихо заезжаешь к рампе на второй передаче, бам, раз, и тебе импульс этого хватает, то есть толчка мотора хватает, чтобы долететь там с минимального расстояния, там, с точки А в точку Б. Это очень важно. Вот. Касаемо приоритетов здесь кто как к этому подходит. Я, например, прыгаю на 450 на четырехтактном, инжекторная модель. До этого выступал на двухтактном, тоже на 250, с 2013 года пересел, и меня он всем устраивает. Да, он тяжелее, да, он менее поворотлив, но у него есть свои плюсы, которые я научился там плюс-минус использовать в свою сторону. То есть он более стабилен где-то, более мощный, менее капризен к погоде, не нужно менять там бесконечно жиклеры, перенастраивать там двигатель. То есть, ну, много плюсов, тем более с нашей российской сезонностью, это, ну, я считаю, что немаловажно. Ну, и касаемо уровня разборчивости, да, то есть по технической части, ну, я простой пример приведу, что когда мы летим, там, допустим, за границу на мероприятие, либо там, неважно, куда, в ту точку, где нет возможности привести свой мотоцикл самому, тебе по райдеру организатор предоставляет нужную тебе модель. Так вот, схема работает следующим образом. Я дома, снимаю все свои индивидуальные запчасти, это руль, стабилизатор, там, индивидуальные всякие рычажки, переднюю подвеску, заднюю подвеску, звезду, передаточные отношения, если это требует выхлоп. Ну, в общем, практически все сиденье, там, подрамник. Все это убираю в сумке, прилетаю туда, беру этот мотоцикл, разбираю, ставлю все свое. Все, выступаю, разбираю и улетаю домой. Ну, то есть, работает все вот так, на таком уровне, поэтому здесь это просто необходимо. Скажу даже больше, что у меня были ситуации, когда перед чемпионатом мира, буквально там, в ограниченном времени уйти, там, всего лишь, там, час-полтора, на то, чтобы все собрать и успеть на раскатку. Твин Пикс или Игра Престолов? Игра Престолов. Чай или кофе? Кофе. Битлз или Роллинг Стоунс? Роллинг Стоунс. Море или горы? Горы. Книги бумажные или электронные? Бумажные. Посиделки на кухне или с друзьями в клубе? С друзьями в клубе. Собака или кошка? Собака. Спартак или ЦСКА? ЦСКА. Пиво или водка? Пиво. Трюки постоянно совершенствуются, появляются новые. Есть какой-то предел? То есть, вот никто не сделает никогда четверное сальто назад? Я считаю, что нет. Мы затрагивали эту тему пять лет назад, десяток лет назад. И когда фрестайл, мы так раз подошел к потолку, когда появились такие трюки, как два оборота. Когда появились всякие вольты, флееры в квотере. То есть, такие трюки, которые до этого были, скажем так, с подручной только BMX-ером. То есть, ребятам, у которых велосипед весит 5 килограмм, сколько он там, 6 килограмм, 10 килограмм, я не знаю. Мотоцикл весит 110 килограмм, в данном случае, против веса райдера в среднем 70-80 килограмм. Это казалось просто запредельной какой-то фантастикой. Но, тем не менее, этот преломный момент прошел. И на сегодняшний день это просто безумие. Фронт флип, комбинации сальто вперед. Флееры, 360 вращений, андерфлипы. Три оборота. Джош Шихан сделал там два или три года назад уже, да? То есть, три оборота. То есть, это возможно. И я уверен, что предела нет. Здесь вопрос всего лишь стоит в конструкциях, в углах, в размерах, в высоте. Вот скорее вот в этом. Но предела, предела нет. Двойное сальто назад, которое раньше считалось запредельным трюком, которое делало там один человек в мире, два человека в мире, на какой-то там космической коммерческой основе. Сейчас ребята вставляют это соревнование как бы вот так. Такие ребята, как Лива Шерват и многие другие. В мотокроссе довольно-таки значительную часть подготовки занимает подготовка физическая. У вас насколько это важно? И что это? Акробатика, кросс, тренажерный зал? Ну, скажем так, конечно, нагрузка физическая не такая, как в мотокроссе, не такая, как в суперкроссе, но тем не менее она есть. Она есть. И особенно если вести речь о соревнованиях, о чемпионатах, где у тебя отсечка времени, где у тебя есть там полторы минуты на полуфинал и три минуты на финал, это прям в виде наижесточайшего спринта. Ну, то есть это тот же самый суперкросс, только с трюками. Ну, то есть как бы со сбитым дыханием тебе нужно контролировать, отпрыгивать от руля, четко браться сиденья, там должна быть и реакция, и силовая подготовка, и сердце должно работать правильно. Поэтому большое количество спортсменов очень жестко тренируются, может быть, там не все, конечно, да, одинаково, но тем не менее основные райдеры, как бы все работают над собой, и по сходству, ну, как бы это функциональные тренировки, что-то схожее с кроссфитом, как бы по поводу этой темы. Скоростная выносливость, скажем так, это вот то, что нам подходит больше всего. Твой, пожалуй, самый знаменитый трюк – это прыжок над КАМАЗом. Откуда взялась эта идея? Это, да, проект был в 2010 году, в преддверии X-Fighters. На самом деле идея сделать что-то там этакое, да, была достаточно давно, задолго до этого, но как бы до конца не могли прийти все-таки что же, да, потому что, там, к примеру, перепрыгнуть в МКАД, но как бы не так просто, там, в плане разрешения и всего остального, да, то есть, ну, было множество всяких там безумных идей, но не все, не все, к сожалению, было рабочее с точки зрения организации. И на тот момент у нас в команде Red Bull как раз был КАМАЗ-мастер, был я, мы видели, что есть машина, что грузовик там прыгает, да, что-нибудь там… Великий Чагин с оружием. Да, 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 и как бы и был я в команде, мы подумали, а почему не посмотреть, не попробовать, может быть, Полуис сделал что-то совместно. Но конкретно речи про прыжок, ну, как бы никто и не вел. Мы полетели с Романом Чебуниным, с бывшим моим менеджером в команде, да, то есть, полетели в Татарстан на базу КАМАЗ-мастер, посмотрели, где ребята тренируются, как они тренируются, посмотрели на возможности грузовика, что он может, как он прыгает, куда прыгает. И мы подумали, почему, почему нет, если построить для него трамплин, он реально пролетит точно так же, как и мотоцикл с точки А в точку Б. Ну, типа, а ты, соответственно, прыгнешь над ним из точки А в точку Б. И все такие, говорю, да, ну почему нет, надо просто проработать эту тему. Потом Чагин прилетел к нам, ко мне в Коломна, в тренировочный парк, посмотрели место, посмотрели там длину разгона, выбрали там одно из моих приземлений, подумали, как и что, где можно что построить, и вот таким образом начали воплощать это в реальность. Было на самом деле очень трудно, то есть мы долго не могли, при постройке трамплинов долго не могли подобрать правильный угол для КАМАЗа, потому что эта машина весит там 9 тонн, и движется там со скоростью, не знаю, сколько он там заезжал в трамплин, по-моему, там 60 км в час, то есть там скорость приличная. И он его там то на одну сторону кренел, то вперед, то назад, то есть мы не могли подобрать правильный угол, но когда мы с этим справились, встал следующий вопрос, то есть мы поставили мою рампу, посмотрели ту траекторию, где прыгает КАМАЗ, и я увидел, что перед моей рампой просто вылетает вот эта фура, будка, да, она сама там 3 метра высотой, длина там около 10 метров, наверное, да, то есть и плюс он выпрыгивал еще там метр на 3, на 4 вверх. И то есть я ориентируюсь, когда у меня стоит трамплин, и вдали стоит приземление, я с помощью глазомера вижу, куда я лечу. А здесь просто был простой момент, что передо мной просто появлялась стена, плюс там турбулентный поток и прочее, и тут я задался вопросом, а перепрыгнули я его, я понимал, что я прыгаю высоко, но я не понимал, не зацеплюсь я за него ли в момент набора высоты, да, то есть, ну, и все это было на уровне, многие, конечно, считают и думают, что там все просчитывалось, все там заранее там изобреталось. На самом деле было не так, Рома просто смотрел в объектив и говорил, Леха, ну, мне кажется, нормально. Прекрасная подготовка. Мне кажется, получится, да. Я говорю, ну, если тебе кажется, наверное, получится. А как синхронизировались? То есть вот КамАЗ стартовал? Синхронизировались, я посмотрел плюс-минус скорость, с которой он заезжает. Прямо на самом деле синхронизировались мы достаточно быстро. Очень много времени ушло на постройку, на подготовку, на всю эту историю. Я прям посмотрел, я прыгнул без него, посмотрел, как он прыгает, с какой скоростью. Он заезжает еще раз, я плюс-минус попытался подобрать скорость. Прыгнул один раз, не попадал, не в такт, рядом с ним, да. И со следующего раза он заехал, и я прям уже понял, примерно, когда мне нужно тронуться, и попали прям практически. То есть с бэкфлипом это был второй дубль? Буквально там третий, четвертый прыжок, наверное, вот так вот, да. То есть там было минимальное удовольствие делать какое-то большое количество прыжков над ним, потому что, повторюсь, да, я до сих пор помню, когда я летел вверх ногами, эта будка летела там в нескольких метрах у меня от головы. Ощущения далеко не самые приятные, вот, поэтому. Но очень здорово, крутой проект, но он до сих пор в силе, до сих пор там он нравится людям. 8 лет прошло, а мы до сих пор его вспоминаем, поэтому. А интересно, что сказал неоднократный победитель Дакара Чагин? Владимир Чагин – один из самых титулованных гонщиков в истории автоспорта. Семикратный победитель ралли Дакар в классе грузовиков. Руководитель команды КамАЗ Мастер. Для него это тоже был необыкновенный опыт. Они, ребята, такие еще, то есть у них армейская закалка. На самом деле я им восхищаюсь, у них дисциплина просто на высоте. Я был в команде, они мои друзья, я видел, как у них все это развивается, как они готовят спортсменов. Молодцы, прям яркий пример того, как это вот именно должно все происходить в командном духе. И вначале, конечно, ребята переживали, прыгнет ли машина. Когда убедились, что машина прыгает, они начали переживать. То есть там был еще Эдик Николаев, тоже победитель Дакара, неоднократный. То есть они очень сильно переживали, что я все-таки прилечу в эту будку, как комар. Да, и было в виде всеобщего восторга, когда все это завершилось. Когда мы увидели кадры, которые хотели увидеть, чтобы все благополучно закончилось. Ну, как бы в виде такой совместной работы, да, и боязни друг за другом. Получился такой, ну, хороший, правильный результат. Поэтому для них тоже был первый опыт, первый проект такого рода. Ну, как бы он достаточно, я считаю, мощно выстрелил, поэтому не зря, не зря трудились. Абсолютно. До сих пор, до сих пор это смотрится. Ну, да, я точно знаю, что этот проект даже в международной команде Red Bull очень долгое время ставили как образец, как показательный, как работать с атлетами и так далее. Да. Как ты отдыхаешь и чем ты отвлекаешься? И нужно ли тебе это? Отдыхать нужно. Нужно, конечно. Отдыхать нужно всем, абсолютно точно. В моем случае конкретного отдыха, вот из серии вот мой отпуск, я там поехал или не поехал, или полетел, или просто там я дома, но я офф, такого не бывает. Это просто невозможно, это точно не про меня. И мой отдых, он в любом случае связан с какими-то активностями, да. То есть у меня для многих уже не секрет, что помимо моей основной деятельности фристайл-мотокросса, у меня очень много увлечений, таких как снегоход, таких как сноуборд, таких как квадроцикл, там, mountain bike и много-много-многое другое. Вейкборд, опять же, то есть на все на это, конечно же, там не всегда хватает времени, но тем не менее, когда у меня появляется какое-то свободное время, я стараюсь в одну из этих колей, в одно из этих направлений обязательно как бы хвататься, использовать по полной, потому что, ну, как бы, я не люблю шагать по одной тропе, мне нравятся разные створки, то есть так же со временем, можно смело сказать, с годами, и приоритеты немножко меняются, да, то есть ты переосмысливаешь там, но начинаешь, скажем так, получать удовольствие от тех вещей, от которых, может быть, которых ты даже раньше не замечал, даже так. Вот поэтому для меня отдых – это в любом случае активный отдых. У меня такое ощущение, что FMX, сноуборд, серфинг, виндсерфинг – это все часть какой-то одной общей культуры. Культуры, совершенно верно. Да, и эта культура, наверное, все-таки и серферская. Вот какие, на твой взгляд, приметы этой культуры? Ты же общаешься и с сноубордистами, и с виндсерферами, там, с серферами. Что это, в общем, что это за люди, как они себя ведут, и что в этой культуре главное? Ну, я на самом деле всегда привожу простой пример, там, да, многие ребята, в целом люди, которые занимаются, там, ну, у них серьезные профессии, там, да, бизнес, там, свой или еще что-то. И всегда есть такой контраст, когда мы приезжаем, там, в горы или еще куда-то, да, люди работают, там, на протяжении, там, всей жизни, да, чтобы иногда окунуться в ту среду, в которой мы живем. То есть мы просто нереально счастливые и везучие люди, то, что наши виды спорта, там, да, наши, там, любимые увлечения, еще что-то стали нашей, там, работой, да, сферой деятельности, той структурой, в которой мы обитаем, мы находимся там, как рыба в воде. Поэтому, скажем так, ну, не знаю, в виде какого-то бесконечного, я считаю, что рая, наверное, можно даже так смело сказать, да, потому что свободная культура, люди живут, получают удовольствие, да, касаемо серферов, океан, солнце, там, да, то есть хорошее настроение, буря, там, эмоции, адреналин, там, касаемо гор, примерно то же самое, да, то есть там все яркое, красочное, свежий воздух. Ну, тут, касаемо фристайл, мотокросс, есть свои, там, да, у нас пыль, грязь, там, может быть, и прочее, но тут есть, как бы, свой кайф, мы такие же свободные, мы такие же ни к чему не прикованы, несмотря ни на травмы, ни на что, да, то есть вот это, вот этот дух, да, вот этих вот, ну, культура, которая объединяет все эти дисциплины, он, конечно, побивает все остальное. Как далеко ты можешь зайти в желание сделать новый трюк, желание изменить свою жизнь, я могу сказать одно, здесь трудно сказать, потому что до того момента, пока ты не окажешься в этой ситуации, ты не можешь об этом здраво рассуждать и говорить, да, и получается, так сказать, самому себе, то есть, ну, только ты можешь решить, насколько далеко ты готов зайти, да, то есть, насколько долго ты готов шагать, там, и действовать в этом направлении. Но я могу сказать одно, что я буду ездить до тех пор, пока мне позволяет здоровье, раз, и до тех пор, пока я получаю это удовольствие. Как только я пойму, что, вот, я еду там через силу, там, или еще что-то, хотя нам приходится через силу, в плане там не веселухи, катания, работы над трюками, над всем остальным иногда приходится себя заставлять и так далее, тут вопросов нет. Но я говорю в целом, что если я перестану получать от этого то удовольствие и чувствовать вот эту вот нить, которую я чувствую сейчас, я сразу же завяжу, 100%. Сегодня у нас в студии был Алексей Колесников, пожалуй, самый счастливый мотофристайлер. Спасибо. Спасибо, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok